Друзья, всем привет! В ближайших трех роликах мы с Кирюшей расскажем вам про оздоровительный массаж для ребеночка первого года жизни. В этом возрасте физическое развитие неотъемлемо связано с интеллектуальным развитием. Так, например, когда ребенок научится пользоваться своими руками, он сможет получить гораздо больше информации об окружающих его предметах. Когда малыш научится перемещаться в пространстве, ползать и ходить, он поймет, что мир трехмерный, то есть к нему придет понимание объема и расстояния. К тому же нужно помнить, что тактильные контакты, в частности массаж и гимнастика, это очень важный элемент общения с мамой. Весь массаж уложить в формат одного ролика не получится, поэтому я разбила его на три части. В этой, в первой части, я расскажу вам о некоторых важных моментах, которые необходимо знать до того, как вы начнете заниматься с малышом. И расскажу и покажу массаж для новорожденного ребенка. Я не снимала массаж, когда Кирюша был новорожденным, поэтому я покажу его на уже подросшем малыше, но я думаю, техника будет понятна. Итак, сначала немного необходимой теории. Старайтесь заниматься с ребеночком, когда у него хорошее настроение. Не занимайтесь сразу после пробуждения или кормления. Желательно некоторое время подождать. В идеале не менее получаса. Давайте подготовим место для массажа. Для этого нам понадобится жесткая ровная поверхность. Занятие на диване или на кровати значительно менее эффективное, чем занятие на пеленальном или обеденном столе. На стол я кладу байковое одеяло, сложенное пополам. И сверху одноразовую впитывающую пеленку. Массаж нужно делать голенькому малышу, чтобы одновременно он принимал еще и воздушные ванны. Так как малыш может пообисать или срыгнуть, нам нужна будет запасная пеленка, где там доступность. Также нам понадобится массажное масло или косметическое, или можно в аптеке купить персиковое или абрикосовое масло. Бумажные салфетки, на случай, если ребеночек срыгнет, чтобы его можно было оттереть, не отходя от стола. Влажные салфетки или полотенце с мокрым краешком, чтобы вытирать руки от излишков масла, если есть такая необходимость, или от частичек одежды и кожи, которые скапливаются в складочку по малышам. И также положите рядом несколько ярких игрушек, чтобы малыша отвлечь, если вдруг он начнет капризничать. Комнату, где вы планируете заниматься, нужно обязательно предварительно проветрить. Температура воздуха должна быть в пределах 18-22 градуса. Это оптимальная температура для занятий с малышом, когда он голенький. Можно включить негромко-спокойную музыку. Обратите внимание, что маникюр у мамы должен быть короткий, потому что большинство массажных движений делается кончиками пальцев с небольшим нажимом. Если у вас будут длинные ногти, то сделать полноценный массаж будет технически невозможно. Перед тем, как начинать массаж, обязательно согрейте руки. Никогда не трогайте малыша холодными руками. Я обычно держу руки под краном с теплой водой. Очень важно приучить из себя с самого рождения не оставлять ребенка одного на пеленальном столе. Ни на одну секунду. Даже если малыш не умеет переворачиваться, у него это может получиться случайно и в итоге привести к травмам. Если вам нужно отвернуться, положите руку на малыша, только после этого отворачивайтесь. Это позволит вам контролировать его движение. А после трех месяцев я вам советую вообще брать ребеночка на руки и отворачиваться вместе с ним. Это очень важное правило техники безопасности. Итак, массаж для новорожденного. Я напомню, что период новорожденности ребенка – это первые 28 дней его жизни. Это период адаптации к новым условиям существования, вне матки. В этот период желательно не делать никакого интенсивного массажа. Да и маме нужно восстановиться после родов. Но это вовсе не значит, что с ребенком совсем не надо заниматься. Нужно делать легкий поглаживающий массаж. Помните, что когда малыш родился, у него самый развитый орган чувств – это его кожа. Поэтому тактильные ощущения особенно важны для ребеночка. Когда малыш жил в матке, она его со всех сторон обнимала, поглаживала постоянно. То есть для ребенка это знакомое ощущение. И когда мамины теплые руки касаются ребенка, мы напоминаем ему эти ощущения, приятные воспоминания о внутриутробной жизни. К тому же, поглаживая кожу, мы улучшаем микроциркуляцию в ней. Это тоже очень важный момент. Для такого массажа не нужно использовать массажное масло. Достаточно просто теплых малиных рук. Во время массажа желательно полностью раздевать малыша, чтобы его кожа отдыхала от одежды и от подгузников. То есть устроить ему воздушную ванну. В этом видео я оставлю Кирюшу в подгузнике только для съемки видео. Когда мы с ним занимаемся вдвоем, конечно, подгузник мы снимаем. Мы погладим нашему Кирюшу. Всего погладим. Ручки погладим. Вот так. Ножки погладим. Просто поглаживающий массаж. Для такого массажа не нужно масла. Достаточно просто теплых малиных рук. И ножки еще раз. И ручки. Давай мы с тобой перевернемся на спинку. Аккуратно. Ножки погладим. Ручки погладим. Ручки. И животик. Поглаживание животика является хорошей профилактикой попочечной грыжи и развития младенческих поликов. Такое поглаживание улучшает работу кишечника. Гладим животик по часовой стрелке, по ходу кишечника. Да, Кирюш? У новорожденного малыша преобладает физиологический дефектонус мышцогибателей. То есть у него ручки и ножки плотно прижаты к телу. В такой же путь я находился внутриотропно, в матке. И такой гипертонус может сохраняться до месяца. Даже немножко дольше. Но желательно, чтобы к месяцу ребенок уже мог разогнуть ручки и ножки. Для этого можно делать потрясающий массаж. То есть вот такие вот легкие потряхивающие движения. Чтобы мышцы расслаблялись. Вот такие вот потрясающие движения. Вот такие. И на ручках немножко. Здесь у нас уже ребеночек сильный. Он уже хватает предмета крепко. И, конечно, не дает ручки так потрясти. Как новорожденные. Ну, такие легкие движения. Старайтесь не переутомлять ребеночка. Первый месяц достаточно буквально пяти минут такого массажа. Но делать его можно несколько раз в день. Ну, например, при каждой смене подбужника. С самого рождения малыша нужно выкладывать на живот. Лучше это делать перед кормлением. Такое положение улучшает работу кишечника. И помогает легче отрывать способ после кормления. К тому же является хорошей профилактикой младенческих куриков. Многие детки не любят лежать на животе. Но здесь маме нужно проявить настойчивость. И все-таки класть малыша на животик. Постепенно он привыкнет. Причем неважно, уже отвалился пупочный зажим у малыша или еще нет. В таком положении можно держать ребеночка не только несколько минут перед кормлением. Но и даже класть спать. В таком случае ребенок не будет пугаться своих ручек. Если он вдруг случайно в вас нет вздропнет. И выкладывать на живот нужно не только на мороженых деток, но и более старших малышей. Именно это тоже очень полезно. Когда малышу исполнится месяц, можно переходить уже к более сложному массажу. Соответственно время занятия будет увеличиваться до 30-40 минут и более. Если малышу не нравится заниматься долго, вы можете разбить эти занятия на несколько частей. По 10-15 минут. Например, с утра, пока малыш еще колон сил. Сделать массаж тех зон, которые малышу нравятся меньше всего. В нашем скирюшем случае это грудь, живот и ручки. После дневного сна можно продолжить занятие. Сделать массаж, например, ягодиц спины и плечевого пояса. А вечером, но только не перед сном. Завершить занятие, сделав массаж ножек и гимнастические упражнения. Если малыш во время занятия начал капризничать, значит, скорее всего, он устал, проголодался или просто не хочет больше заниматься. Не прекращайте в этом случае массаж сразу. Иначе ребенок очень быстро поймет, что таким образом можно управлять мамой и вообще не заниматься. Вместо этого отвлеките ребенка к какой-нибудь потешке или яркой игрушке. И закончите массаж той зоны, которую начали. И только после этого завершите занятие. Во время массажа следует избегать следующих зон. Мы не трогаем подмышки, молочные железы, паховые складки, внутренние поверхности бедра и зоны крупных суставов. А также зону остистых отростков позвоночника. Сейчас мы, Кирюшу, перевернем, и я вам покажу эту зону. Давай перевернемся. Если посмотреть на малыша сзади, то мы видим линию позвоночника. Это и есть зона остистых отростков. То есть непосредственно по позвоночнику массаж мы не делаем. Весь массаж идет вдоль позвоночника. Это те зоны, которые во время массажа желательно вообще не касаться. Для того, чтобы занятия были эффективными, они должны быть регулярными, ежедневными. Исключение составляет только дни, когда малыш приболел или вы сделали прививку. На этом теоретическая часть заканчивается. Непосредственно технику массажа я вам покажу в следующих двух роликах. Ссылки будут в описании. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях к этому видео. Или же в наших группах в соцсетях. Ссылки тоже будут в описании. Ставьте лайки, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем приятных занятий. Будьте здоровы и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok